Сейчас пока еще не очень понятно. Вопросы будут потом. Мы посмотрим ролик. После этого... ...давайте мне вопросы, и я буду отвечать. Что такое? А это цикл. Вон она там есть. Возьмите дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу о той форме передачи знаний, которые... Ну, то есть, просто скажем так. Когда человек ходит на лекцию, он воспринимает информацию на 10%. Когда человек участвует в семинаре интерактивном, он воспринимает информацию на 50%. Когда он, имея свои знания, начинает их передавать, он воспринимает информацию на 90%. Поэтому, следуя вот этим позициям, мы учимся для того, чтобы научившись уже передавать. И тогда ваш процесс, он будет эффективен. Вот. Давайте посмотрим. Итак, к нам пришли дети. Называется это, уважаемые датчики, да? На большой кромочке здесь. Держи. Держи. Вот так, сюда. Да, да. У нас эта программа, это гимнастика, это локтевальный турнир. Он мы построим на лекции гимнастики, о которой я говорила. Но это уже внутреннее содержание. Сначала нужно было завести детей, чтобы они сгультинировались, захотели что-то делать. Мы взяли две группы. Одна – второй класс, другая – шестой класс. Шестой класс – будем обучать. Все это проходило в течение двух часов. Дети пришли незнакомыми. Да? Значит, перед этим небольшой обуч. Видите, эта девочка, она маленькая, но это шестой класс. Очень способная девочка, которая посмотрела наш курс. И она уже придумывает на каждом упражнении и показывает детишкам. Посмотрите, как они работают. Они не знают, где их думают. Только, только, застали. Тематика – движение птиц и цветов. Тематика – движение птиц и цветов. Вот, когда эта девочка, она у нас разная. Вот, я всегда удивлялась, почему дети учатся, маленькие дети с удовольствием учатся старше, а не взрослых. Не вероятно, не вероятно. Не вероятно. Не вероятно. Да? Поэтому мы взяли позицию. Мы обучаем инструкторов, нажатых. Они обучают. Вторая команда. И другие режимы. Детки, маленькие, старшими, детками, более расслаблены. Взрослые-то, боришься? Они доверяют. Да. Более, более, более. И поэтому задача взрослого – пять человек научились, да? Да. Они уже учат все. На основе этого вы будете… Хотим научить кого-то? То есть, это не та же самая пирамиды, но это педагогическая пирамиды. И это ничего нового здесь нет. Вы помните, пожалуйста, В Москве – это что-то ужасное. Дети вышли из фотоаппорта. В школах – это был дом. Я не знаю, как это было. Благодаря вот этой технологии меняется очень хорошо. И все равно. Взрослые со света. Потом они меняют местами. Вот это показывают. Потом на смену уже маленьких. Я выходит в ключик, как вы видите. Уже маленькие. И тоже начинают это произвести. И тоже начинают обучаться. Да? Да. 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 А потом все разменится. Потом они поднимают свою сцену. Все команды уже сработаны. И, собственно, перейдут в турнир. Вот. Два часа. Вокруг дисциплины вообще не стоит. Вот. Видите, маленькая, да? Она, типа, не знает, что еще будет говорить. Но общая атмосфера за команд. Вот эта, может быть, маленькая, да? Твоя глаз. Они ее там переберут. Она стеняется. Она не знает, что будет. И вдруг начинается. Все. Два глаз. Хорошо. Это феномен. И сама даже не ожидает людей произвести. А теперь я остановлюсь. Ваше разрешение. Вы проверили, да? Становлю людей. Почему они сидят? А. Потому что технология в конце саде. Должен стоять. Угу. Ну, я просто спросила. Ну, это, кстати, так задумано или как это потом будет развить еще? Нет. Вот. Сейчас я вам еще один покажу ролик. Ну, перейдите. Мне нужно, чтобы познакомиться. Сегодня мы познакомились. Как вас зовут? Надя. Вы отношения, которые имеете к технологии и другим? Что вас привлекло? Что нас привлекло? Что нас привлекло? Что нас привлекло? О том, что вы говорили будет технику, отдыхать и костяк. Мне очень интересно, что мне резервы человека, которого можно развить. Ну, это же. Да. Между вами металась еще одна. Но, как бы, я думала, куда попасть. Да, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Мне надо отдавать, но я не туда попала. Сияющие кости. Сияющие кости у нас были. Ну, у меня проблемы с костями. Пропыт. Хорошо. Я таила. Ну, я пришла, так как у меня ребенок есть. Сколько лет? Шесть лет. Шесть лет. И хотели как с ним, да? Да. Больше понять, что он здоровее рос. Да. У меня зовут Лена. У меня зовут Лена. 50 лет. Много детей. Еще больше внуков. И кости тоже. И хочется быть и примером. Да, что ты? Хорошо. Отлично. Да. Давайте сейчас мы посмотрим тогда технологию. Угенитальность сейчас вы увидите. В течении где-то нескольких месяцев я занималась танцем сидя и увидела, что очень эффективный танец, очень хорошо. Ращик работает на живот и на таз, очень сильно, даже в искусстве, когда не сделаешь, и, соответственно, кости. Сейчас вы посмотрите технологию, а потом дальше вы увидели практики. Это тоже для взрослых. Хотя мы с детьми это тоже делаем, если дети во взросленности тоже с ними делаем. Также с ним после взрослых, в том числе мышечная клетка и кошек. Железное животное – это уникальное средство, позволяющее активизировать деятельность всего желудочно-кишечного транспорта. организма. Поэтому активизация происходит в нередочном работе. Вот это немножко о лимфогимнастике объединение. Вообще вам интересно посмотреть, как работают лимфоциты? Интересно, да? Лимфоциты, да? Лимфоциты, да? Лимфоциты, да? Лимфоциты, да? Лимфоциты, да? Ну вот… Сейчас именно… Груп Natural См uhh. Ну? Групchy Garitu Chia… Груп Ting из разных бумажных частей, и аналогичных артистов. В roughly чем больше, если без внимания, не усечется Л�� MuагaShii Student Yes, В отличие очень быстро и активно. А и потом инструкция, но вы отлич ... Под Для этого тоже по программе ніжа 건 а также ордоноид ретокоты, которые отвечают за эркетику и это способствует упражнению принципа гипностика и энергичный самомассаж и адренаж ну давайте мы сейчас с вами начнем уже сядь немножко подальше мы попробуем сегодня сделать и танцы сидя, а также и настику во время львы кстати, ближе на конечку старайтесь расслабиться теперь именно так это можно сдвинуться значит, что происходит? я сразу вам рассказываю мы включаем активность протоплазмы то есть клеточки, которые состоят из протоплазмы и агроноидов вот эти вот клеточки становитесь на клетке что они у вас там начинают перемешиваться то есть каждая клеточка начинает двигаться поворачиваем немножко направимся вперед а теперь а теперь сделаем вид секундочку расслабиться слушайте дальше вот сейчас вот сейчас идет массаж посыпающий массаж он состоит из двух вещей это проникающий массаж и скользящий массаж сейчас мы с вами будем это делать вот это проникающий массаж пальчики очень любимые как будто коленки лицом активизируем вот чувствуете что ваши проникающие движения заставляют активизироваться легкие 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 как будто в глубину и активизируем легкие легкие все эти упражнения построены так чтобы задействовалась лихосистема и именно лихосистема теперь вот плеча повышен есть лихосистема и лихосистема теперь выходим на грудную веточку сделали два поворота и выходим на живот и сделали бедак с другой стороны взбей немножко сейчас начнем уже грудная веточка движение грудная веточка живот заглубляем и заглубляем чувствуешь легкие зимой активные в активной позиции живот живет 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 опыту следующее упражнение двойной массаж подвиг пленок тела расслабляем массаж пояснички и ягодицы начинаем массаж пояснички и ягодицы пола рук москоп с в москоп в москоп в москоп лежат в москоп в москоп москоп все движения связаны с скоплением левых углов вот здесь скопление левых углов огромное количество скоплений левых углов здесь грудная веточки скоплений двигаемся именно веточник все идет а здесь очень важное упражнение чтобы босточки направили чтобы конечки были живые а вот здесь смотри на что это хуже и 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 сейчас aya а капюра на На заполнении себя медвы, эта поза, где вы как-то узнаете чаша. И представьте, что через ваше тело проходит высокая божественная энергия, и она начинает в каждом веточке выполняться. И проходит в первую гензу стол, и сила становится как сосуд. А теперь покачайте ваш сосуд налево-напросто, но именно образ, сохраняйте этот образ, что тело сосудов не же чистое, божественное, смейте. А теперь сосредоточьте свое внимание на области живота на области живота. И представьте, что там по часовой стрелочке вращается свой цветный энергетический шар. И этот шар – это ваш друг. Это ваш доктор – шар, золотой шар, который начинает трансформироваться в цветок. Невидимый, но для вас реальный цветок. И как бы мы сейчас распускание этого цветка происходит. И вот это упражнение – это регуляция силовых линий. Человек, человеческий организм усложит магнит. И многие проблемы, не здоровье возникают из-за того, что магнит искажен, то есть магнитные силовые линии искажены. Возьмите, пожалуйста, лепесток, лепесток, лепесток. Вот заболел животик, да? Представили, что там ваш дочек. И вот сейчас вы будете его раскрывать. На что это похоже? Если цикалочку вы поняли, да, а это на что похоже? Маленький. Ну, вы действительно, абсолютно. Здесь пекалец, на самом деле, тут ремни цистически. Вот эти линии нужно очень четко выделять и четко рисовать. Вот здесь уже мы успели до головы дойти, но не надо хотя бы сейчас на животике. Ваш животик начинает оживать. Он начинает, естественно, дышать. Представьте себе в вашем окружении вот эти силовые линии, да? Вот эти гибесточки. У кого вот животик задышал? Кто кончил? Налёгкий. Ну, хотя мы сюда не делали, но в принципе… Вот очень важно для, в принципе, проблемы с живота. Животом это у всех. Печень, вот желудочная, желудок. И болезни, в принципе, они идут оттуда. Проблема в том, что живот все зажато, не расслаблено. Как расслабить живот? Как расслабить живот? Вот как сделать так, чтобы он дышал? Чтобы клеточки наполнялись кислородом. Чтобы они не превращались в трафовые клеточки, которые питаются не кислородом, да? А у них другой тип питания. А нам надо, чтобы они не придались кислородом. То есть мы восстанавливаем вот этот плеостаз. Правильно. Так. Угу. Еще, еще, чтобы животик ваш живой был. Живой, 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 живой. Чтобы он раскрылся. Это креатив. Почему для деток? Детки воспринимают хорошо креатив, да? Животик дышит. Мы взрослые тоже хорошо воспринимаем, да? Животик дышит. Легкие дышат. Клеточки дышат. Все. Весь организм и творчество. Отлично. Вот сейчас не останавливаем движение, а мысленно представьте, как ваши силовые линии, вот так вот они продолжаются. Мысленно, да? Мысленно. 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 Ваши положите ручки, прислушайтесь к вашему животу, и добрые пожелания Пусть будет гармония, тело само знает, что нужно ему, это мы неправильно управляем А сейчас отпускаем и делаем процесс естественным, пусть там будет тепло, благодать Постарайтесь подышать животом более активно, но естественно, без насилия, не делайте специальных задержек Просто мягко, все очень нежно, мягко, по-женски Сейчас небольшая релаксация, которая связана с природой человеческого организма Мы знаем, что человек – это дуальное существо, то есть есть тело физическое, а есть то, что управляет этим телом Мы называем это сознанием, да? Сознание Знаете, где находится сознание? В сердце Еще вариант сознания Более того, есть божественная зона, которая находится в центре головы, там, где гипофит, либо таланус, эпифис Там американские ученые обнаружили некое пространство, да? И от которого шли определенные импульсы Если человек слушал красивую музыку или молился, оттуда шли очень сильные благородные потоки И как наоборот, да? То есть назвали это божественную зону, слышали об этом эксперименции? А древние роджелики говорят, что дух находится в центре головы, и он представляет собой такую светящуюся энергию Помните, вот точка ставится, это проекция Собственно, для сознания, дух вышел, да? Вот, дух Вот это вот то, что управляет всем нам То есть сознание управляет животом, сердцем, локтями и так далее И поэтому говорят, что все от нервов, но не совсем от нервов, от сознания, от наших мыслей А наши мысли, они как раз рождаются в духе Поэтому, если дух в благодати находится, то и тело будет здоровым, да? А если дух не в благодати, то это вы много-много вам об этом говорили, да? То там, то там начинаются какие-то проблемы, вот И, собственно говоря, с животом проблемы Ничего, что я говорю про живот, да? Собственно говоря, и животом проблемы, они возникают от наших неправильных привычек Не так поели, не в том состоянии, не так приготовили еду на бегу Ну, какие-то такие негативные, да? Вот А что происходит? Ну, кинул в кинет! Там, 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 там! И вот всё это заблокируется, превращается Даже вот слово камни, жилочного пузыря Сейчас говорят и в печени, в желчном протоке, в печени тоже камни. Почему? А потому что это наши мысли. Они вот, знаете, как начинают, все. А если в печени камни, в желчном протоке, то она не работает так, как она должна. Вот и пошли все болезни. Может быть, кто-то из вас слышал, Андреас Морец, известный натуропат вельканский, который предложил очень интересное очищение печени. У него книжка есть, действительно хорошая. И люди освобождаются от коллогии после очищения печени. Слова? Нет, 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 это реальное очищение. Вы можете записать Андреас Морец. Я очень вам советую, потому что я проходила разные очистки, но море его. Андреас Морец. Удивительное очищение печени. Книжки ему есть, но можно это все и заказать. А на чем там основаны? Основаны на глубоком понимании структуры печени. Ну, в двух словах. Чем он чистит? Он чистит сульфат магния. До этого он размягчает в течение недели, размягчает камни яблочным соком. То есть, действительно легкая система. Ну, единственное, там нужно, конечно, кишечник тоже чистить. Я себя встречала. Вот. Технология прописана, я ее прошла, поэтому говорю, что знаю. Очень симпатично все и легко, на самом деле. Поэтому вот печень. Ну, опять причина, это тут. И то же самое, на чем основана креативная технология здравления? На нашем мышлении. Мы говорим, представьте, что сейчас вы делали. Если бы вы не представляли, что это силовое линии, эффект не было бы. То есть, обязательно душа, дух, должен включаться в процесс оздоровления. Да? На этом строятся сытинские настрои. Тысячи технологий. Не хотите? Тысячи технологий, наверное. Лотник открывать. Она должна быть. Вот. И, собственно говоря, и креативная технология сияющей кости, она тоже построена на этом. Я вам сейчас покажу книжку, где описана эта технология. Вот. Ее можно достать. Это моя книжка. Ее можно достать. Ну, не знаю, наверное, если нет, но можно заказать. В принципе, если не захотите, можно об этом и не поговорить. Вот. Вот. На страничке 112-й «Сила святого огня». Это древнеславянская практика, которая дает удивительный эффект. И, как я вам сказала, во время ходьбы. Ее можно делать во время ходьбы. Мы ее попробуем делать и здесь, да? Как технологию, и потом попрактикуем. И потом вы расскажете об этом эффекте. И если вы не будете, то я вас немножко поснимаю. Тогда вы будете рассказывать. Ну, тогда давайте мы еще раз. Так вот. Значит, ядра Блицкая. Я много лет занимаюсь разными технологиями. Здесь их порядка, наверное, семи. Включая хроническое питание, комплекс хиллеры, практика иммуностимуляции, ритмичное дыхание иммуностимуляции. И они очень коротенькие. Они описаны, да? Они описаны, да. Ну, сейчас мы сосредоточимся на одном. Да? Вот это называется «Сила святого огня». Есть практика такая, техника «Святая вода». Но ее мы проводим, когда жалко. Вот эти две, два взаимодополняющих элемента – это огонь и вода. Это то, что в нашем теле и кости. То, что в нашем теле существует. Есть еще и пространство эфира. Представляете, как элементы находятся в нашем теле, да? То есть огонь, в костях, в кости – это земля, да? Вода – это то, что жидкости все, эфир – это полости. И также есть духовная инстанция, вот, душа, дух, дух, да? Которая – это уже шестой элемент. Вот, есть еще ветер. Собственно говоря, ветер и есть наше упражнение. Ветер – это то, что заставляет двигаться. То есть физические упражнения – это и есть ветер. Это очень важно, чтобы мы понимали. И вот, когда начинается холодное время суток, и усиливается иневая энергия на пространстве, да? А тело, тела наши, собственно говоря, и душа тоже человеческая, сейчас слабая. И, соответственно, и тело, и своем, оно не адаптировано. И как результат – это болезни. Да? А если бы с самого начала, как только начинается холода, мы бы включали эту яльевую энергию на уровне костей, да? Тогда бы, конечно, это было бы эффективнее. Вот. И вот я просто свой опыт рассказываю, я по своей природе, я очень болезненно чувак. Я прошла, я не знаю, вот сколько я себе помню, я всегда болела. То есть очень слабый организм был, и всегда пыталась выйти как-то из этого. Вот. И у меня была и онкология, и четыре клинические смерти, и все болезни, которые можно, вот все они были. Так вот. И пройдя, то есть я вот эту технологию, которую я вам сейчас представляю, да, она была рождена как реальный механизм, который помог мне, да? То есть безусловно медитация, вот эти технологии. Вот. Ну, давайте начнем с ящих костей. Значит, что такое наши косточки? Ну, мы знаем, это наиболее твердая часть, да, нашего тела. Ну, астов, да, как каркасик, правильно? Как каркасик. Вот. Но оказывается, это все очень гибкое и очень жидкостное. И креативная мысль, сильная мысль начинает двигать энергию в костях. А теперь вспомните такую фразу удивительную, что в костях рождаются лимфоциты. Слышали об этом? В костном мозге. Как? Более того, они рождаются, они передвигаются. Они доходят до тимуса, елочковая железа. Они получают там специализацию, да? И тогда они начинают уже помогать нашему организму. То есть от того, насколько сильные лимфоциты, активные, будет зависеть наша иммунитет, наша сила. Поэтому кости можно двигаться и можно делать их гибкими. И это ваша профилактика и для будущего, потому что где-то в 40-50 лет начинаются проблемы с костями. Там, у кого артриты, у кого еще что-то, да? Там, в коленочке болят. Да, вот лучше это до этого не доводить. Лучше с костями работать заранее. Давайте начнем. Представьте, в левой стопе. В левой стопе. Вращающийся углубленный диск. И это сопровождается аффирмацией. Святой огонь в моих стопах. В левой стопе. Как? Святой огонь в моих стопах. Фраза одна и та же. Она несложная. Мы потом, знаете как, давайте сейчас попрактикуем. Получим какое-то ощущение. Потом мы запишем. Потом пойдем на улицу. Итак, чувствуем. В левой стопе. Даже не чувствуем. Просто быстро представляем. Вращается в левой стопе угниный диск. В левой стопе угниный диск. А можно глаза не закрывать. Потому что это все, мы привыкаем к динамике. Вот. Мы поднимите руку. У кого вращается, кто не нужно чувствовать. Просто мысль есть. Мысль потому, что в левой стопе. Мысль есть. Вращается угненный диск. Правой стопе вращается угненный диск. Святой огонь в моих стопах. Святой Гонь в коленях в левом, Святой Гонь в левом колене. Святой Гонь в левом колене, Святой Гонь в правом колене, Святой Гонь в коленях. Святой Гонь в коленях, Святой Гонь в коленях, Святой Гонь в коленях. Святой Гонь в коленях, Святой Гонь в коленях, Святой Гонь в коленях. Тогда тепло пошло, тепло. Но не забывайте про стопы и коленочки, Святой Гонь в коленях, в стопах, кресе, в животе. сейчас мы переходим к очень важной части святой огонь в позвонках этот процесс он на быстро и происходит еще представьте что ваш позвоночник весь который состоит из дисков и позвонков он как единая золотая лента вот этой едины золотой ленточкой вы делаете наклоны вперед и назад сначала единая все такое золотой золотой позвоночник золотой а теперь мысленно взяли даже не мысленно вот так вот возьмите кисточку а вот позвоночник представьте на фантоме своем и вот этой кисточкой золотой кисточкой как бы прям проходите сверху донизу от крестца до шейного отдела вот можно работать на фантоме эффект будет не меньше чем вот он в реальности да вот прямо и вот так вот золотая кисточка там все-все вас очищает вот ваши мехрящики вылечивает там где-то если что-то недостаток какой-то вот делает их мягенькими пластичными все диски пластичные становятся золотыми святой огонь в каждом позвонке в каждом диске наполните свой позвоночник этой энергией света святой огонь в позвонках теперь вопрос везде легко ли у вас проходит вот эта кисточка или где-то за за таможенность идет в каком-то месте в области копчика у вас легко надет у вас легко проходит шейный шейный наташа проходит 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 если не проходит там надо с этим работать это такая мысленная мануальная терапия да вот смотрите да вот если например шейный отдел я беру и вот эту грязь и светом опять заливаем вот эта тонкая работа это работа с тонким телом тонким телом если в поясничке в кресце да в кресце тоже может быть какая-то травма была там заблокировка значит надо почистить почистить как хиллеры чистят смещение все равно вы можете это сделать в любом случае и бывает такие такой опыт что становится на место если этим системно заниматься все возможно вопрос времени хорошо теперь от позвонка от позвонков давайте мы энергию распределим на спину так как я сейчас показываю на спину мышцы спины разогреваем мышцы спины на фантоме мышцы спины разогреваем чтобы там у вас мягенько все было жизненно так святой огонь в спине отлично все спасибо так значит итак у вас горят стопы святой огонь в стопах все время я повторяю потому что мысль она требует повторения святой огонь в коленка сюда будет в крестце и в животе святой огонь в спине позвонка 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 светом в плечах У вас некомфортно? У вас есть проблемы? Не то, что немножко есть, но не то, что идет лечение. То есть нормально, да? Да, да, да. Шар это делает, но не за один раз. Я вам потом дам рекомендации, скажу вам, что делать. И на самом деле это диагностика. Иногда мы даже сами не знаем, что. Так, в плечах. Сейчас отвлекайтесь от живота. Сейчас неужели, пока еще. В плечах, значит, что у нас там? Два шара в плечах. Святой огонь в локтях. Шарики в локтях. Давайте, давайте, давайте. Шарики в плечах, шарики в локтях. И вот эти все шарнирочки в стопах, в коленочках. Так, 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 так. Немножко подвигались. Все уже такой золотой, святой огонь. Кистяк. Шарики такие. Кистяк, 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 кистяк. Два шарика в кистях. Вот такой вот, да? Соедините два шара в кистях в один. Попробуйте его уплотнить. Да? Пусть такой ощутимый огненный шар. Огненный шар. Ощутимый. Ощутимый. А теперь... Пусть Всевышний наполнит этот шар своей божественной энергией. И впустите его в себя. Пустите его через лакушечку. И просто наблюдайте. Он может раствориться. Он может где-то зафиксироваться. Он может создать ржение. То есть начать лечение. Вот этот шар – это удивительный феномен. Он известен в китайских техниках, в славянских техниках. Его по-разному называют. Вот просто его сейчас нужно вам ощутить и принять своим сердцем. Так. А как вас зовут? Елена. Елена. А кто почувствовал, где ваш шар зафиксировался? У меня прям шпал. Я его даже не пускала вверх. Он и так у вас там сидит, он лечит. Ага. А что вы чувствуете? Здесь. У меня тут. Тут. У меня тут. У меня тут позвонки. Так. У меня тут позвонки. Пока не чувствуете. Ага. Хорошо. Ну это на самом деле у вас хорошо, что так быстро проходит. Обычно надо какое-то время привык, чтобы шар сам начал работать. И вот вам нужно с этим шаром, это шар здоровья, дружить. Его можно создавать долго. Мы его долго создавали через огненные зоны. Можно его сразу создать. Если вы, ну как бы, приведете к этой технике, да. Ну, условно. Я, например, бегу, да. И бегу там ночью, опаздываю на поиск, там что-то такое. Вот. И нога не увидела там, ну я не увидела, подвернула, там ямка. Ну, знаете, ну бегу в яму попасть. Резкая боль, понятно, там, ну вывих однозначно, да, если не ничего такого. Ну, мгновенно я туда посылаю шар. Он уже даже, я его не формирую, он просто уже там. Мне потребовалось 3-4 минуты для того, чтобы я сразу восстановила эту ткань. Через 3-4 минуты, вот плюнуть там, не было боли. Немножко там тянуло, но все. То есть вот это уникальная вообще на самом деле вещь. Если вам удастся ее развивать, а она требует внимания определенного, но это поможет вам. И вашим детям тоже. Потому что вы с вашей шаг можете передать ребенке. Ребенок более креативен. Я думаю, что он с вами может с вами брать, зачем он с вами передавать? Для того, если вы его научите, да. Я сам научу. Сам научу, отлично. Вот у меня, я проводила сейчас семинар в Одессе, там в том году, не в том году, в апреле, там женщина там обучилась этой технике, у нее дочка лет 10, наверное. И вот она рассказала, она рассказала, как дочь тоже была на этом семинаре. Они делали упражнения какие-то, я не знаю, какую-то технику у нее риска защемила, вот здесь вот смещение произошло. Такая боль, что просто вот слезы градом, вообще страх такой. Вот она сразу вспомнила вот этот святой огонь и этот шарик. И мама ручки прямо вот так вот положила, девочку колоночку туда. Но она где-то примерно пять минут прошла. Духовного, все, нужно владеть. То есть это реально чудо, но это зависит от вас, насколько вы сможете вот этой техникой владеть. Сейчас вообще такое время, когда вся информация, раньше она была скрыта, и знаете, как мастера не давали своим ученикам такие техники. Ученики были их послушниками всю свою жизнь, и в конце там по чуть-чуть им это что-то давали. Сейчас все дается. Что такое есть? Ну, сейчас время просто ускоряется. Поэтому вот в данном случае, почему я сказала про подарок, да, это реально подарок. Это все на много лет было собрано так, чтобы вот, все, возьми. Методика проника очень схожа с наркетическим шаром. Я уже слышала. Так я подробно. Ну, кажется, я немножко слочу. Хорошо. И вот теперь, смотрите, вот, формируя этот шар, да, мы можем его сюда, 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 через голову по-разному, вы можете его вкладывать. Вот. А теперь мы сейчас включим музыку и немножко потанцуем сияющие косточки. Кто замерз? Так его уже немного нравится. Но у меня вот эта энергия, она не горячая, она прохладная. Но от этого хорошо. От этого хорошо, да? Значит, ваша особенность, ваша природа, что вам это нужно. Поэтому я не могу вам что-то сказать. Я представляю, что они там светятся, но у меня этого вот, ну, волна, не просто такие вот, волна эта охладная волна. Но вы можете ведь ее горячее делать, если вы захотите. Но я в этом не нуждать. У меня же не холодная. У меня просто так, как особенно. Нет проблем. Так. Вот теперь мы стульчики ставим по краю. И все. 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 Устанка. Гибкий позвоночник. Помните, да? Золотая леночка. Гибкий. Гибкий. Налево позвонок, позвонок, с направо, вращаясь, именно позвонок из крестца, золотой позвоночник. Плечи во всех костях. И вот сейчас очень важно ощущение своего скелетика с любовью. Он злиткий, молодой. Какой еще? Какой еще? Здоровый еще какой? Здоровый. Какой еще? Подвижный, эластичный, послушный и ваш любимый. Это мой главный. Потому что это мой привет. Сейчас только плечами. Но помните это внутреннее ощущение? То есть это не физические плечи, а шарики танцуют. Шарики, шарики. Золотые шарики. Разные движения. Импровизация. Теперь только локти. Шарики танцуют. Вот это то, что можно детям давать. То есть основа танца, она внутренняя. И они хорошо воспринимают. В кистях. В кистях золотые шарики. Чуть-чуть интенсивнее. Приставляем всю скелетную систему. Меняем положение. Вперед, шаг, назад. Ну и теперь джазовые какие-то моменты. Да, то есть немножко проимпровизируйте. Чтобы мои косточки никогда не приносили мне беспокойства. И чтобы там развивались гимфоциты и они двигались. Были сильные, активные. Попрыгали. Помните, да, что скелеты полнены. Поэтому легкие, 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 легкие попрыгали. Супер. Хорошо. Молодцы. Сейчас я просто покажу, как двигаются. Хорошо. 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 Представляем все скелеты, которые нашли клеточками. Хорошо. 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 Продолжение следует...